Экзамены не просто не за горами, а уже дышат в затылок. 9-й и 11-й класс приступают к итоговым испытаниям. У первых, результаты влияют на оценки в аттестате, у вторых, на возможность продолжить свое обучение, например, в ВУЗе. И в этом году наших выпускников 9-й и 11-й классов чуть больше, чем в прошлые годы. В информационной системе зарегистрировано 4 327 человек, которые будут сдавать единый госэкзамен или государственный выпускной по программам среднего общего образования. Из них 3 919 выпускников школ текущего года. Это на 200 человек, примерно больше, чем в прошлом учебном году. Если говорить об основном госэкзамене, это 8 970 участников, это наши 9-ти классники. ЕГЭ стартует со следующего понедельника. Первым экзаменом 28 мая будет география и информатика. Гео пройдет уже в пятницу. Это будет иностранный язык. Стоит сказать, что с прошлого года 9-ти классники сдают 4 предмета. Русский и математика обязательные и 2 предмета на выбор. В 2018-м по 29% учеников выбрали географию и биологию, по 17% – физику и химию. В этом году преимущество, как и в прошлом году, отдано общество знанию. Его выбрали 62% выпускников 9-х классов. Для нас является таким интересным тоже направлением, событием, что на втором месте по выбору по популярности предметов в этом году информатика и информационные технологии, которые выбрали 34% выпускников. Будет у экзаменов и дополнительный этап. В нем примут участие те, кто по уважительной причине отсутствовал на основном. А еще в этот период смогут пересдать 9-ти классники, которые максимум за 2 предмета из 4-х получили неут. С точки зрения организации для школьников нововведений нет. Знания, паспорт и ручка – вот все, что нужно на большинстве итоговых испытаний. 10 человек в прошлом году были удалены с ЕГЭ из-за шпаргалок. Такой ситуации, как нехватка дополнительных бланков в этом году не возникнет. Распечатать их можно будет прямо в пункте в необходимом количестве. Сейчас у нас каждый пункт, в том числе сегодня, на все экзамены получили диски в зашифрованном виде, где содержатся тексты с заданиями и бланки. И каждый член ГЭК у нас получил своеобразную такую флешку, токен. Именно с помощью вот этого устройства идет запуск для печати кимов и бланков в пункте. После экзамена сканерно идет в специальную оболочку. Все это передается по каналам защищенного. У нас такие каналы в области есть, по связи с нами. Мы получаем, расшифровываем и загружаем в федеральную информационную систему. В данном случае можно считать, что экзамен уже состоялся. В год столетия губерния департамент образования обещает особо отметить 100 бальников. Правда, как именно, пока не сообщается. Елена Белова, Антон Осипов, РТВ Иванова.